У меня нож, а не шпага, и я хочу встать в определенную позицию. Я становлюсь вот в такую позицию перед человеком. И когда он пытается меня атаковать, я ухожу и наношу удар вот отсюда. То есть можно это делать шагом в сторону и наносить удар отсюда. Можно это делать другим способом. Вот сейчас этот способ, который я хочу показать. Когда человек бьет, я отхожу назад, я отхожу назад, его рука вылетает и не достает до меня. Теперь его рука вторая должна меня начать. Я уходя сюда наношу удар в грудь. То же самое как бы шпаг. С разными диагоналами наношу удар в грудь. Хотя изначально шпага у меня стояла так, и когда я начал двигаться, рука переставила отсюда. И вот в этот момент я бью. Притом это можно делать с шагом в сторону, можно делать с шагом назад, как он показывает по линии туда-сюда. То есть когда я встал в эту линию, выставил шпагу, человек начинает атаковать кулаком. Я ухожу вот сюда и одновременно с его вытаскиванием руки наношу удар в точную грудь. Это считается простолюдинским винтом. То же самое с отходом вправо. То есть человек, я раз и ударил его в грудь. То же самое. Еще раз удар, я ухожу в сторону, рука разворачивается, вот у него шпага в руке, и по сути шпага пронзает. То есть на прямом выпаде, если взять, что у него шпага на прямом выпаде, я ухожу в сторону и разворачиваю. То есть по сути своей, что он хочет показать? Что на самом деле есть набор технических элементов, которые каждый маэстро преподает учебу. Вот он собрал все, которые существуют, 30 технических элементов, которые выигрывают поединки. Ну то есть вот этот технический элемент коронный, фатальный, который выигрывает поединок. И первым, кстати, в этом во всем стоит удар в колокол.